МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры новины Витебской области у студии Мария Декан. Витаю вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День, який Беларусь не забудет. В день годовины Чарнобыльской трагедии у Витебску пройшел митинг памяти. С подрыхтовкой объекта до 11-го форума регионов Беларуси и России ознайомились старшиня Абалваканкама Александр Суботин и член Совета Республики Национального Сходу Беларуси Леонид Заяц. Яны наведали летний амфитеатр, концертную залу Витебск, площу Перамоги, гостиницу Витебск. Работы по масштабной модернизации этих объектов ведут по скоранными темпами. Штодень задейничаны сотни специалистов и десятки одинок техники. Только на реконструкции концертной залы Витебск працуют больше за 250 человек. Силами будовничого треста номер 9 и 7 субподрадных организаций практически завершены будовничо-монтажные работы круглой залы, фойе и третьего поверха будинка. Рабочие працуют в напруженном режиме. Ведутся усиленно работы на центральном фойе. Идем мы, как говорится, в ногу с графиком. Задача поставлена до 10 июня завершить все строительные монтажные работы и смонтировать все оборудование. Я уверен в том, что поставленная задача будет выполнена. Очень организованно идет работа на всех объектах без исключения. Достаточно количества людей, достаточно финансовых средств, материалов для того, чтобы обеспечить ввод всех этих объектов к 10 июня текущего года. Ну и вот мы здесь на центральной площади, площадь, на которой проводятся мероприятия, знаковым датам 9 мая. Вот приближается 80-летие освобождения Беларуси от немецких фашистых захватчиков. И здесь, собственно, делается все добротно. Увесь комплекс работ пары конструкции площади Перамоги намерены завершить до 10 червеня. Тут установят три светлодиодные фонтаны, экраны и новую подсветку. Одна из важнейших политических падей 2024 года. У Минску завершила свою работу посаджение 7-го Усебеларусского народного схода, який у першиню пройшел у конституционного статуса. У им приняли удел каля 1200 делегатов из всех регионов Украины. Вырошили организационные опытания, брали старшиню ВНС, его наместника, президиум, а затем обмерковали и затвердили концепцию национальной безопасности и военную доктрину Республики Беларусь. Лейтмотивом Усебеларусского народного схода стала тема миру и безопасности. Уличваючи геопалитычную ситуацию и внешние рызыки и погрозы, гэтыя пытанни вышли на перший план. Напередодни делегация Витебской области вернулася со столицы Беларуси и поделилась со своими уражениями от падеи, якая уводит историю нашей краины. Когда ты поднимаешь карточку делегата и голосуешь за, против или воздерживаешься, ты уже понимаешь, что вот этими руками ты творишь историю нашей страны, историю нашей независимой Беларуси. И это очень важно, потому что тем самым мы показываем открытость, тем самым мы показываем возможность непосредственного законотворчества на местах и непосредственно нашими людьми. Мы обсуждали серьезные вещи, которые на сегодняшний день, я думаю, затрагивают каждого, не только Беларуса, а жителей нашей планеты. Это мир на нашей земле. И сегодня принята военная доктрина, сегодня принята другая концепция. И я думаю, что вместе мы постараемся сделать все возможное, чтобы сохранился мир на земле. Это сейчас самое главное. Красной нитью через все собрание вот этих двух дней пройдет, наверное, все-таки для меня таким ярким отпечатком, и то, что я дальше понесу сегодня членам своей семьи, завтра в коллективы, детям и всем окружающим, кого интересует этот вопрос, это, конечно, безопасность. И мы понимаем, насколько сегодня Европа готовится к вооруженным действиям. Это трагедия, которая происходит в Украине. Мы должны сегодня, конечно, сплотиться, принять такие ключевые решения, и каждый должен в этом участвовать, и каждый на своем рабочем месте должен выполнить тот максимум, который он может, и обязательно в призме мира. У Пауношном регионе, який во всей країне, организованы диалоговые пляцовки у працовных и студентских коллективах. Делегаты Усси Беларуского народного схода рассказывают про головные тезисы, прооритетные на прамки развития нашей країны, по силы, якие прогучали от президента Беларуси. Ресурсы и махчимостей. В Витебске прошла третья конференция «Национальный туристический маршрут. Экосистема развития Галины». В ее работе принял дел наместник министра экономики Республики Беларусь Владимир Новомович. И он подлумачив, подписанный на этот день закон об реформовании предпринимательской деятельности. В среднем новации – махчимость спрощенной перерегистрации индивидуального предпринимательника в юридическую особу. А так само распрощение льгот, доступных предпринимателям и микроорганизациям на организации с колькостью працующих до 50 человек. Рассеряются различные формы и без того уже существующих поддержки предпринимателей. Помимо уже существующих добавляется грантовая поддержка, поддержка фонда финансовой поддержки предпринимательства, а также трансферты от облсполкомов в адрес предпринимателей. И формирование перечней для осуществления видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. У конференции приняли удел представники Мясцовой Улады, Беларуського фонду финансовой поддержки предпринимателей, Беларуського союза Жанчин, финансовых организаций и партнеров, гостей из регионов Российской Федерации. Одна из основных тем – туризм как мета эффективных инвестиций. Обмерковали перспективы развития в связи с принятием закона Республики Беларусь об инвестициях. Отрадно, что российские регионы очень активно откликнулись к участию в этой конференции. Мы поделились опытом друг с другом, мы продемонстрировали свой инвестиционный потенциал, мы продемонстрировали свои успешные кейсы, уже реализованные на площадках наших туристических объектов. И самое главное, что бизнес вовлечен был в эту конференцию для того, чтобы максимально погрузиться в отрасль туристической индустрии. Республика Беларусь, она по праву считается одним из лидеров экспорта медицинских услуг не только на постсоветском пространстве, но и на мировом рынке медицинских услуг. И те технологии, которые сопровождают оказание медицинских услуг в нашей стране, они считаются прорывными и они позиционируются как будущее в лечении ряда заболеваний. Витебская область чем отличается от других регионов? Мы единственные, которые внесены в государственную программу «Беларусь гостеприимная». То есть четвертая программа именно собраны мероприятия, которые по развитию районов по Азерии. Это семь районов. Яркие примеры такие, которые реализованы, это санаторий в Глубоком, это туристический комплекс в Верхнедвинском районе. Поэтому мы интересны. Очень интересные есть предложения. Также, конечно, и по реконструкции объектов историко-культурных под гостиницы и аналогичные средства размещения. На конференции обмерковали мягчимости медицинского и промыслового туризма, стратегии и перспективы развития Витебской области как туристического центра. На диалоговой пляцовце обменялися досвидами, склали планы дальнейшего супрацовничества в галине туризма. Перспектива старшиня Витебского Аблвыконкама принял удел у областным адукацейным форуме «Працуючай молоди». Все лето он изменил формат и проходит под девизом «Час выбрал нас». У форуме примают удел 100 молодых специалистов з усих районов в области. Гэта старшиня советов «Працуючай молоди», специалисты отделов идеологичной работы и по справах молоди, ГАР и Райвыконкама, администрации районов Витебска и «Працуючая молодь». Удельники диалоговой пляцовки стали першими, с кем сустрелся Александр Суботин после посаджения 7-го Усебелорусского народного схода. В формате открытого диалогу керавник в области поделился с молодью ураженными и думками на конт-падий, которые отбываются в нашей стране, отказал на вопросы, которые хваляют молодых специалистов. Со своим опытом и ощущением, как прошло Сибирское народное собрание, я думаю, постараюсь протранслировать свои переживания и свои надежды тоже на эту аудиторию, ребята свою. И я думаю, вместе обсудим. И тут же не надо принимать какое-то решение, мы просто обсудим, выскажем свои эмоции. И я думаю, лишний раз определимся, куда все-таки в будущем наши регионы, наша страна пойдет. Но они же все дальше будут делать, даже после нас. Поэтому вот надо лишний раз говорить, насколько они нужны и насколько на них возлагают надежды наши родители, наши дедушки, бабушки, папы, мамы, ну и мы, соответственно. Работаю у себя в районе, хочу развивать туризм, как внутренний, так и въездной. И надеюсь на развитие в районе, потому что сейчас у нас, к сожалению, застой в этой сфере. Но я надеюсь, я рассчитываю на то, что все впереди. Поучаствовали в республиканском конкурсе инициатив республиканских, и мы получили грант. И сейчас мы работаем над тем, что мы начинаем его реализацию. У нас в этом году получится сделать настоящую костюмированную, не просто экскурсию, костюмированные хвесты, где каждый желающий сможет окунуться в средневековую атмосферу Друи, ну и всех земель наших того времени. Удельники адукацийного форума приняли удел у открытым диалогу под назвой «Працующая молодь. Карьера. Перспектива». Молодые специалисты разом заклали яблоневую аллею до 80-ти год за вызволение Беларуси от немецко-фашистских захопников. Организация занятостей – приоритетный на керунок у работе с молодью. Процелоткование в учневской молоде обмерковали на нараде зуделом наместника старшиней Аблвыканкама Вячеслава Дурнова. И она пройшла у режиме онлайн. Процставники ГАР, Грайвыканкама, Управление адукации и Грамадского объединения БРСМ акцентовали увагу на узмацненне информационно-тлумачальной работы сярод юнаков и девочек. С тем, как заохвотить их працавать у складе студентских отрадов. Особливо это тычется районам, где есть тяжкости с их формированием и наявностью рабочих местцев. Процедавцы неохвотно примают на работу навученцев, особливо неполнолетних. Важно все же знайсти махчимости для працаулаткования молодых людей. В этом году у нас планируется трудоустроить молодежи меньше 6 тысяч. А мы хотим больше трудоустроить. У нас есть гораздо больше рабочих мест, свободных мест. Но на сегодняшний день мы видим проблематику, что у нас стало меньше желающих. Поэтому, возможно, где-то это и наш пробел в работе. И сегодня мы будем разбираться в этом, как донести до нашей молодежи информацию, чтобы каждый молодой человек знал и принимал ту информацию, где можно сегодня поработать, отработать. Не только в летний период, а круглогодичный период. Это и весенняя, и зимняя, и осенняя занятость. Летость на территории Витебской области были сформированы из выше 360 студентских отрадов. У их склада працавали коля 6 тысяч юнаков и девчат. Половозь их неполнолетние. Все лето областный штаб студентских отрадов намерены протягнуть у своей роды и еще больше молодых людей. Весновый карагод. Традиционная, что готовая выстава продаж продукции установ адвокации полночного региона открылась у Витебску. Кермаш собрал на одной пляцовце богатый ассортимент товаров. От сельской господаршей продукции, свежей выпечки и сувениров до оденней выработки из металла. Все лето выстава продаж проходит на протягу двух дней. За покупками отправился и наш корреспондент Илья Лопатинский. Я пойду туда, где густая роща, найду себе, кто на меня похож. Кермаш открылся шумно и весело. Традицина с песнями и танцами. На пляцовце Каля Палаца Спорту на учебной установе полночного региона проставляют широкий ассортимент продукции на розный густ. Харшовая продукция, сувениры ручной работы, саджинсы, аксессуары, выработки металла и древа. Индустриальный технологичный колледж на выставе продажи проставляет салон прохожости. Мастер-класс по пляцене косичек и мейкапу. Тут педагоги працуют разом с наученцами. Привлекается большое количество людей. Люди видят, чем мы занимаемся, чему мы учим наших учащихся. В какой-то мере идет профориентация, чтобы учащиеся поступали. Также идет продажа продукции. Кермаш – выдатная пляцовка для презентации научальных установ. Колледжи демонстрируют свои мягчимости, то, чему могут нам учить, и какие таленты развиваются. Городжане оценили мастер-классы по приготовлению страв. А мы сегодня будем гущать и кремом крабовым, и оладьями, и пельмешками, и блинами. Мясовые жахары задоволены якостью продукции, стану эдукации и узровням организации выставы продажу. Все замечательно. Очень много интересного. И продукты, и овощи, и фрукты, и рассада разная. Цветов, видите, набрала. Вот какую красоту купила. Народа очень много. Это очень радует. Всех интересует. Очень красивые поделки из дерева. Очень красивые поделки. Вот есть детские поделки. Очень интересные. Самое интересное – поделки. Супер. Картины. Купила даже. Цветов купила. Всего-всего. Кермаш открыли на месте к старшине Витебска Аблвыконкамы Вячеслав Дурнов и начальник головного управления по адукации Витебска Аблвыконкамы Дмитрий Хома. Оказалось, а выстава продаж все лето проходит в новом формате. Мы впервые решили попробовать новый формат. Всегда был спор, когда лучше, в пятницу или в субботу. Где-то люди не успевали с работы и так далее. Вот мы решили сегодня попробовать в пятницу вечером, до 8 часов сегодня будет идти торговля. И завтра сделать утром торговлю для тех, кто традиционно приходил на нашу ярмарку с утра, с 8 до 12 часов. Важно и как для жителей, так важно и для самих колледжей, для учащихся, преподавателей. Потому что они здесь практически демонстрируют все свое умение, все свои таланты, все свои находки, изюминки. Для установки эдукации выстава продаж эта махчимость отримать додатковые сродки на умоцевание материально-технической базы. И навык дождливое надворье не смогло сапсовать в основы карагод. Илья Лопатинский, Станислав Дузин, Новины, Витебск. Областная патриотичная акция, присвеченная 80-й годовине прорыву ворожей блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на территории Ушацкого района у годы Великой Айчинной войны, пройдет 1 мая. На мемориальном комплексе «Прорыв» отбудется урочистый митинг. У программе таксама «Аутопробег», театральная постановка, реконструкция бою, народная акция с песней до перемоги, показальные выступления военно-патриотичных клубов, святошный концерт и фейерверк. Имя героя «Будем варты» – патриотичный проект стартовал у Першамайским районе Витебска. Молодцевому отраду Аховы правопарадку «Волод» средней школы номер 38 присвоено имя у дельника Великой Айчинной войны Виктора Яковлевича Озерова. Урочистая церемония отбылась у музея установы адукации. До войны уроженец Витебщины працавал наставником, пасля знов вернулся в школу. Узнахородженными медалями за оборону Москвы, за перемогу над Германией у Великой Айчинной войне. Орденами Червоной Зорки и Айчинной войны первой ступени. Даречи, Виктор Озеров – страничный прапрадедуля командира молодцевого отрада Аховы правопарадку. Для меня вообще это гордость, что честь моего двоюродного прапрадеда будет назван целый отряд, в котором состоит уже сегодня 16 человек. Численность отряда составляет. И вот в стенах нашей школы зафиксируется такая история, что молодежный отряд имени Волод будет назван именем Озерова Виктора Яковлевича в честь моего двоюродного прапрадеда. Буквально через неделю будет присвоено другой школе уже звание. Присваивать такие звания важно, потому что ребята должны помнить о патриотизме, который герои совершили, которые будут носить имени этого отряда. Каждый отряд получит свою возможность реализовать какой-то свой проект патриотический или же сделать что-то полезное для общества, это может быть какая-то волонтерская акция. Поэтому они будут заниматься полезными и такими патриотическими делами. После урочистой церемонии присвоение имя молодцевому отраду Аховы правопарадку «Волод» юнаки и девчаты высадили на территории школы аллею, как символ новых здяснений, миру и створения. День, який Беларусь не забуде. 26 красавика 1986 года здарылась буйнейшая техногенная катастрофа у сусветной истории человечества – авария на Чарнобыльской атомной электростанции. По традиции, у день годовины трагедии в Витебску пройшел митинг памяти. На молебену Свято-Успенским кафедральным соборы собралися гораджане, представники улады, громадскости. Наученцы классов МНС, а так само удельники ликвидации и наступства аварии. У ликвидации были задейничаны каля трех тысяч жихаров Витебщины. Деля того, как вспынить радиационную стихию и попередить великую беду, многие рызыковали здоровьем и наводжиттем. Мы понимали, что это надо делать и делали эту работу, потому что надо было как-то и людям, которых эвакуировали, как-то поднимать настроение. Ну и пытались же как-то убрать эту радиацию. Радиация была-то большая, по одному миллиарнену в целом. Мы ее сбивали где-то до 0,4-0,5. Это задача наша была. Витебск, наверное, самый отдаленный город, тот участок Республики Беларусь, который меньше всего затронут Чернобыльской трагедией. Но именно к нам сюда приезжали люди из тех регионов, которые были повреждены после Чернобыльской атомной электростанции. Здесь живут те люди, которые являются ликвидаторами этой катастрофы. Поэтому, конечно же, мы тоже помним и чтим, и ежегодно собираемся в Успенском соборе для того, чтобы еще раз поговорить о той трагедии, о ее последствиях, рассказать об этой трагедии подрастающему поколению. Авария на Чернобыльской АЭС стала для беларусов национальным бедством. Была забруджена чверть с территории краины. Амаль 3700 населенных пунктов оказались непридатными для життя. Десяткам тысяч людей довелося покинуть свои домы. Витебская область приняла больше за полторы тысячи переселенцев. В оздоровленных центрах пауночного региона что год проходят реабилитацию дети из наибольшь потерпелых о доварии на АЭС районов. Дом на воде. У пяти поверховцы по улице Карла Маркса в Витебску затопило подвал. Жихары мокрого дома постоянно звертаются с заявками у коммунальные службы. Але проблема не зрушилась аз мертвой кропки. Коли у рэшці адрамантуюць трубы и привядуць подвальная помяшканню парадок, доведаўся наш корреспондент Илья Лопатинскі. Уже некалькі годы уже хары дома по улице Карла Маркса у Витебску не могуць корыстацца своими подвалами. Помяшканне цалкам затоплено. На думку людзе, от протяглой тече трубы просто згнили. Вода паусюль. Пенсионер Василь Бадзяй ў свой подвал заходзіць редка. Заховаць Гародніну особистая рэча тут немахчыма. И гэта мужчину вельми засмучая. Дарэчу, ўже больш за год ён звертаецца ў розны инстанцы, а ле дапамоги так і не дачакався. Вот этот путепровод, который они положили ёго в землю, чтоб он загнивал. Я говорю, ну неужели нельзя поверх вот этой вот сырость, поверх вот этих плит положить? И не было бы вопросу. Вот они варили, а через полгода опять надо будет вызывать, опять утечки. Адными толькі словами выніку не доб'єшся, упэўнённые же хары пятиповерховки. И яны выбираюць денешать. Правда, звонки ў службу 115, мясцовы, жэу и жрэд, нічого не дали. Вода стоять ў подвалах, спершаха по четвёртый подъезд. Непраемны пах, твіль, вільгать, минавіта такі пиралік надзённых проблем же хараў дома. І адзіна просьба тэ коммунальникав выправить ситуацію. Начинаються вши, клопы, і на все наши обращения никто не реагирує. То есть на то, що ми пишем письма, нам просто делают отписку, що всё устранено, підписаны акты, приходила комісія, но по факту этого нічого нету. Ми хочемо жить в чистоте, в іюте, що ми платимо ежемесячно за коммунальные услуги, і хочемо, щоб це було оправдано. Доведувшись про проблему, коммунальники одразу ж выїхали на місце для обследвання. Усяхоти день тому в аду з подвала уже отпамповували. Однаку справу вмешалися непродбачені обставини. Отбылась аварія. По данному адресу случилась аварійна ситуація. Произошёл порыв теплосистемы і холодного водоснабження. На данный момент аварійна служба жрет работает. Тепло подано в дом. Аварія на теплоносителі устрінена. Сейчас, в данный момент, занимаются устріненням течі холодного водоснабження. Сегодня буде всё восстановлено. Жахары сподянуться, що коммунальники виконують свої об'яцяні і авару ліквідують оперативно. Воду знову отпамповують і уже на наступному тижні, коли тут подсохне, подвалом можна буде користаться. Илья Лопатинський, Владислав Савицкий, Новини, Витебск. У Витебску за збит наркотика затримана 14-годовая школьниця. Восьмикласниця стала часткой кримінального бізнесу і працавала на нелегальний інтернет-магазін по продаже наркотиков. Про панову высокого заробку дзявчина знайшла у інтернеті. Ёй пообіцалі паутары тисячі доларів за тідзень. Аднак гроші школьниця так і не отримала. Затрималі в учаніцю одной са школ города поблизу гандлівага центра. Школьниця получала у куратора розфасованные партии наркотиков і розпространяла через інтернет. Стоить відміць, що в працівному бізнесі вона успела поработати около двох недель, так і не получив ні копійки. Всього в закладках милиціонерами було обнаружено і з'ято около 2 грамів особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Школьниця затримана за незаконне з метаізбыту оборот наркотиков їй погрожає до 15-ти годів позбавлення волі. А пошнім часом у наркобізнес усе частію тягують неполналетніх. Іх привабливають об'яцяннями легких грошей. Правооховніки звертаються до батьков з рекомендацією часті цікавіцца, чым займаються падлеткі у вольный час. У Вітебску стартовала відкритая республіканська спартакія до сіроць спеціалізованних в учебно-спортивних установ профсоюзів по греко-римській боротьбі. З поборністви собрали більш за сотню атлетів. Спричку на борцовськім диване вядуть представники 12 команд з усіх регіонів Беларусі. 13-15-годові юнаки розыгрывають медалі у 10-вагових категориях і одночасово рихтується до республіканських стартов. Вітебська профсоюзна школа «Богатырь» є однією з лідерів в данному віде спорта. Ми постоянно на протяжі многих років займаємо тільки перші місця. Общі команди – наш результат. Сезон почався добре, боролся на республіканському турнірі фестиваль «Отбір на Европу». Став першим. Поїду на Европу, планирую занять позову місця. Я став чемпіоном перівництва Республіки Беларусь до 17-ти лет, отібрався на перівництво Європи. В прошлом году уже участвував в данных соревнованиях. Немного не получилось, но думаю, в цьому году все получится. Господарі турніру, вихованці спортивної дітячої юнацкій школи профсоюзів «Осілок» з'являються діючими чемпіонами з поборніству. Перед юнаками стоїть задача оборонити гонорове звання. Завтра, 27-го, красавіка у Витебській області буде даден старт регіональному етапу чемпіонату Республіки Беларусь по футболі сярод мужчинських команд другой ліги. У з поборніствах приймуть у дзел 24 команди. Спортивная баталія разгорнутся у трох групах – у Сход, Центр і Захад. Уже у ГТА выходные у святочной обстановці с церемонією рашистого открытия пройдуть перші гульні. У суботу сустренуться команды Талачинського і Сенінського, Аршанського і Дубровінського районів. У неделю у футбольному манежі Витебська аспрэчаць лідарства команды Витебського района і футбольного клуба Витебськ «Дубль». У городку пройде гульня паміж зборными Городоцкага і Лёзнського районів. Першіми доведацься проважнія і цікавія падеї життя регіона. У бачыць, дзе сёння працуюць наші коррэспандэнты. Паглядзяць на віны яшча да выхаду у ефір. Усё гэта реальна. Телеграм-канал «Беларусь4Витебськ». Падпісвайціся, каб не прапустіць самая цікавая. На гэтым выпуск новін завершаны. Я з вами развітваюся. До сустрэчы! Синоптики повідомляють, у ближайші сутки по в області ночу невіалікая, днём пирамінна в облачність, переважно без опадков. У ночі іраніці місцями туман. Ветер неустойливий слабий, температура по ветру ночу плюс один, плюс четыре, днём плюс шетрнадцять, плюс девятнадцять. У вітебску ночу невіалікая, днём пирамінна в облачність, без опадку. У ночі іраніцій слабий туман. Ветер неустойливий слабий, температура по ветру ночу плюс один, плюс три, днём плюс пятнадцять, плюс семнадцять. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор